Здравствуйте! В эфире местное самоуправление, программа о самом главном, о благополучии горожан, о том, как проходит диалог между властью и населением. На актуальной теме о дистанционном обучении детей, о качестве школьного питания, о состоянии школьных стадионов, развитии молодежной политики и спорта в столице мы поговорим сегодня с председателем постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по социальному развитию Натальи Евсюковой. Здравствуйте, Наталья Юрьевна! Добрый день! Прошло уже почти три месяца с момента выборов городского собрания. Чем занялись депутаты в первую очередь и сейчас что предстоит сделать? Надо заметить, что многие депутаты уже работали в прошлом созыве, поэтому мы скорее продолжаем начатое. А в новом созыве начали с того, что систематизировали все наказы, полученные от избирателей, направили их в работу, некоторые наказы уже выполнены. Распределились по комиссиям, выбрали главу администрации города, главу города, определили планы, по которым в настоящее время работаем. Решаются многие вопросы, решаются проблемы по обращениям жителей города, проводятся выездные комиссии на разные объекты. Словом, работа кипит. Этот год был непростым из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Наиболее сложные времена вы совместно с волонтерами организовывали акцию помощи тем, кто был вынужден оставаться дома. Расскажите, пожалуйста, как она проходила и оказывается ли помощь сейчас? Да, это так. В острый период пандемии в городе были созданы дополнительные волонтерские центры, которыми руководят депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов. Была организована помощь по доставке бесплатных продуктовых наборов категории граждан наиболее уязвимой. Это ветераны Великой Отечественной войны, это инвалиды, это лица пожилого возраста 65 лет и старше, малоимущие, многодетные семьи. Кроме того, волонтеры помогали и продолжают помогать с доставкой лекарственных средств. Оказывается, помощь медикам. А вот как они реагировали, люди, вот которым вы приходили с помощью? Люди реагируют по-разному. Кто-то с радостью, кто-то с болью. Есть и такие, которые откровенно плакали, понимая, что их не забыли, что им оказывается помощь. Депутаты также лично выезжали, лично доставляли продуктовые наборы, зачастую приобретали их за счет личных средств. Волонтерские центры работают и сегодня, продолжают оказывать помощь. Михаил Абрамович, здравствуйте. Мы знаем, что вам нужна определенная помощь, поэтому мы хотели вам передать вот такой замечательный пакет с овощами. Тут еще верба освещенная. Я самый-самый волонтер. Я сейчас помогаю. Пожалуйста, здоровы. На улицу не выходите. В этом году у нас Чебоксарская школа, школа Чебоксар, осваивали дистанционное обучение. Как вы считаете, насколько у нас все-таки участники образовательного процесса, вот учителя сами, родители, школьники, да, готовы были к таким инновациям? И как считаете, что вообще школы как отреагировали на такое вот? Конечно, образовательные учреждения и педагогическое, и родительское сообщество были все-таки не готовы к обучению в таком формате. Наиболее подготовленными здесь оказались высшеучебные заведения, где элементы дистанционного обучения практикуются и применяются уже, в принципе, давно. Реакцию педагогов, школьников и родителей нельзя назвать положительной, потому что обучение в таком формате повлекло за собой ряд вопросов и проблем. В некоторых образовательных учреждениях недостаточная оснащенность современной компьютерной техникой. Где-то отсутствует высокоскоростной интернет для обмена данными и информацией с участниками образовательного процесса между учителем и учеником. Учителям пришлось дополнительно изучать имеющиеся образовательные платформы в сети интернет. Это зачастую влечет за собой дополнительные, непредусмотренные финансовые затраты. Для родителей это своего рода была шокирующая ситуация. Если старшеклассники еще могут самостоятельно добывать знания на образовательных платформах и общаться онлайн с учителями для детей среднего звена, особенно начальных классов, это очень сложно. Особенно мы помним тот период, когда родителям, несмотря на самоизоляцию, некоторым родителям приходилось продолжать работать, и дети фактически были предоставлены сами себе, и никто не контролировал их процесс обучения дома. Здесь надо отметить и то, что во многих семьях, особенно многодетных, было отмечено отсутствие компьютерной техники, либо он один, приходилось одновременно зачастую общаться с учителями онлайн, выполнять задания. Это вопросы и психологического характера. Когда оказались семьи в четырех стенах, и не каждый мог справиться с этой ситуацией, назревали определенные социальные проблемы, социальная напряженность в семье. Вместе с тем хотелось бы от души поблагодарить наших учителей и руководителей образовательных учреждений, которые в это непростое и сложное время сумели наладить процесс и сделали все возможное для того, чтобы у нас обучение детей продолжалось даже в таких условиях в дистанционном формате. Да, на самом деле это было непростое время и стресс, и все. Но зато дети поняли, насколько важна роль учителя все-таки, я так думаю. Вот отдельная тема у нас – обеспечение школьным горячим питанием. И у младшеклассников бесплатно. Для этого у нас пришлось модернизировать многие столовые. Сейчас вот как обстоят дела в этом направлении и хватает ли у нас бюджетных средств? И вот, да, действительно вопросов много. Необходимо модернизировать пищеблоки школьных столовых, продолжить эту работу. Модернизации требуют и пищеблоки дошкольных образовательных учреждений. Средства изыскиваем. Работа в этом направлении ведется целенаправленная и планомерная. Какие еще социальные значимые проекты и программы у нас были реализованы в 2020 году и какие еще предстоит? Из наиболее значимых социальных проектов, реализованных в 2020 году, я бы особенно отметила реконструкцию и благоустройство Красной площади, Московской набережной, реализованы проекты развития общественных пространств. В 2020 году построена прекрасная школа на 1600 мест в микрорайоне Новый город, с современной инфраструктурой, спортивной, досуговой, с бассейном, прекрасными просторными учебными классами. Предстоит нам еще многое. Запланировано на последующие годы строительство еще 10 школ и 10 детских садов, 6 из которых планируется открыть уже в 2021 году. Ну и сами избиратели, наверное, вам как-то задают вектор, куда двигаться, что хотелось бы изменить, что-то хотелось бы увидеть. Вот такую вот обратную связь, как вы оцениваете? Помогает ли вам? Избиратели, конечно, безусловно, помогают. Горожане у нас очень активные. У нас и советы многоквартирных домов, и их председатели, и председатели территориальных общественных объединений работают совместно с депутатами. Именно они зачастую предоставляют своевременную информацию о необходимости благоустройства придомовых территорий, установке игрового и спортивного оборудования, сооружений. Помогают. Насколько активно они помогают, вот такая вот помощь, и как они организовываются? Это вот электронные приемы, либо это личный. Как вот эта вот схема идет, работает? Это и приемы онлайн. Особенно сейчас, в наше время, мы не можем собираться большими коллективами активистов, как мы это делали раньше. Причем нас ведь связывает не только работа, нас связывают и совместные праздники, и встречи за чаем. К сожалению, в этом году мы не можем собраться большими коллективами и сказать нашим активистам спасибо за их работу, за их вклад личный в развитие города. Вместе с тем работа продолжается. Это ежедневные телефонные звонки. Взаимодействие, оно у нас не останавливалось. А вот этот вот невидимый фронт, все-таки, да, это большая работа проделана уже, и предстоит еще немало. Кто ваши помощники, кто друзья, кто вот они? Вот лично вот можем мы вот так вот назвать? Ну, помощниками можно назвать, я бы опять отметила, наших председателей территориальных общественных самоуправлений, которые организуют фактически активы всех домов. Они являются и помощниками, и друзьями, и своевременно предоставляют информацию, в том числе и о людях, которым нужна наша помощь и внимание, забота. Наталья Юрьевна, какие наказы вы получаете от своих избирателей, и уже выстроен ли у вас план действий? Как работаете с обращениями? Наказы от избирателей в основном связаны с благоустройством придомовых территорий, с установкой малых архитектурных форм, с взаимоотношениями с управляющими компаниями. Очень много вопросов, связанных с капитальным ремонтом домов. Но есть и такие наказы по желанию удачи в делах. Работа выстроена, диалог, он как бы ведется постоянно. Ежедневные телефонные звонки. Мы стараемся реагировать на каждое обращение и максимально оказать помощь в решении вопросов. А вот что для вас является главным в работе? На что вы опираетесь? Главным в работе для меня, собственно говоря, является само желание работать. Потому что, когда ты работаешь, как правило, есть результат. А опираюсь я на наказы избирателей, и все депутаты опираются на наказы избирателей, ну и на социальное мнение в обществе. Бюджет 2021 года у нас уже практически сверстан. Учтены ли ваши предложения в сфере социальной политики? И как реагируют ваши коллеги? Надо ли было убеждать их в необходимости реализации важных проектов? Предложения в сфере социальной политики, безусловно, учтены и учитываются. Коллеги, депутаты полностью поддерживают во всех вопросах, потому что мы все находимся в социуме. И вопросы, связанные с социальной политикой, затрагивают и всех депутатов, учитывая, что это вопросы сферы дошкольного, школьного образования, формирования здорового образа жизни, приобщения к спорту, сохранения и приумножения культурных ценностей. Поэтому, да, поддержка она есть, и понимание есть. У меня вот такой немного интересный вопрос. Почему именно социальная политика для вас стала интересной? Отвечая на ваш вопрос, почему мне стала интересна и социальная политика, я бы сказала, что с 1998 года я занимаюсь вопросами образования, воспитания, социализации, являюсь руководителем образовательного учреждения. Поэтому социальная политика была интересна мне с давних времен. И для меня это не новая сфера. Что мы еще забыли у вас спросить, важное того, что наши телезрители хотели бы узнать и услышать? Я хотела бы в преддверии Нового года поздравить всех с наступающими праздниками. Желаю здоровья, берегите себя и своих близких. Благодарю вас за беседу. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях была председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по социальному развитию Наталья Евсюкова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова